Аудиокниги Студия «Ардис» представляет Вальтер Скотт Ламермурская невеста На следующее утро после похорон судебный пристав, власть которого оказалась недостаточной, чтобы запретить совершение погребальных обрядов над останками лорда Ревенсвуда, поспешил доложить лорду-хранителю о сопротивлении, оказанном ему при исполнении служебных обязанностей. Сэр Эштон принял его в библиотеке. В просторной комнате, во времена Ревенсвудов, служившей банкетным залом. Гербы этого древнего рода все еще украшали цветные стекла окон и резной потолок из испанского каштана. Проникавшие в комнату лучи освещали длинные ряды полок, гнувшихся под тяжестью огромных томов, монастырских хроник и сочинений ученых-судей, составлявших в те времена основную и важнейшую часть библиотеки шотландского историка. На большом дубовом столе и на пепитре разбросаны были письма, прошения, документы. Главное отрада равно как и мучение жизни сэра Уильяма Эштона. У него была внушительная, даже благородная осанка вполне подстать человеку, занимавшему столь высокую должность в государстве. И лишь после долгого, обстоятельного разговора, касающегося срочного и неотложного дела, проситель мало-помалу начинал замечать, что лорд-хранитель избегает высказывать свое мнение решительно и определенно. Это происходило от присущей ему чрезмерной осторожности и нерешительности, черты характера, которые он тщательно скрывал, отчасти из гордости, отчасти по расчету. Лорд-хранитель, казалось, очень спокойно выслушал сильно приукрашенный рассказ о беспорядках, происшедших на похоронах лорда Ревенсвуда, и о том, с каким неуважением отнеслись к его приказаниям, отданным от имени церкви и государства. Он, по-видимому, остался совершенно равнодушен, когда пристав довольно точно пересказал все гневные и бранные слова, произнесенные в его адрес молодым Ревенсвудом и его приятелями. Наконец, он с тем же невозмутимым спокойствием выслушал собранные приставом сведения, весьма искаженные и преувеличенные, о тостах, предложенных на погребальном пиршестве и прозвучавших там угрозах. Однако он тщательно записал все подробности именно тех, кого в случае надобности можно будет привлечь к делу в качестве свидетелей и отпустил доносчика, убежденный в том, что теперь остатки достояния и даже личная свобода молодого Ревенсвуда в его руках. После того, как пристав ушел, лорд-хранитель несколько минут сидел неподвижно, погрузившись в глубокое раздумье. Затем, поднявшись со стула, он принялся шагать по комнате с видом человека, обдумывающего важное решение. «Ну, теперь молодой Ревенсвуд попался», — рассуждал он сам собой. «Да, попался. Он сам отдался мне в руки. Теперь ему остается или смириться, или погибнуть. Я не забыл, с каким неотступным и злобным упорством его отец боролся со мною во всех инстанциях шотландских судов, как он отказывался от всех миролюбивых предложений, навязывая мне новые тяжбы, и как пытался опорочить мое доброе имя, когда увидел, что права мои неоспоримы. Этот мальчишка, его сын, этот Эдгар, этот вспыльчивый безмозглый идиот посадил свой корабль на мель, еще не выйдя в море. Что ж, остается позаботиться только о том, чтобы новая волна не помогла ему выплыть. Если полученное мною донесение представить тайному совету в надлежащем виде, речи молодого Ревенсвуда будут поняты там не иначе, как призыв к бунту против гражданских и духовных властей. Дело кончится большим штрафом, а то и приказом о заключении в Эдинбургскую или Блэкнессскую крепость. Пожалуй, какие слова и выражения этого молодчика пахнут государственной изменой. Но я не хочу заходить так далеко. Нет, этого я не сделаю. Я не стал бы лишать его жизни, будь это даже в моей власти. А впрочем, если этот Ревенсвуд доживет до новых перемен, чего только нельзя от него ожидать, он постарается вернуть себе права и имения. Возможно, будет даже мстить мне. Насколько мне известно, Этл обещал поддержку старику Ревенсвуду. И вот его сынок уже произносит крамольные речи и сколачивает вокруг себя сторонников. Каким удобным орудием он может оказаться в руках наших врагов, которые только и ждут нашего падения? Поразмыслив над всеми этими обстоятельствами и убедив себя в том, что не только его собственные интересы и безопасность, но также интересы и безопасность его партии и приверженцев требуют от него дать ход попавшим к нему в руки уликам против Ревенсвуда, хитрый политик сел за стол и принялся строчить докладную записку тайному совету, подробно описывая беспорядки, имевшие место на похоронах лорда Ревенсвуда. Лорд-хранитель превосходно знал, что даже имена участников этого происшествия, не говоря уже о самом факте, вызовут негодование его коллег, и они, по всей вероятности, пожелают примерно наказать молодого Ревенсвуда, хотя бы для устрашения. При всем том лорду-хранителю предстояло дело весьма щекотливое. Ему нужно было составить свой доклад в таких выражениях, которые, не оставляя сомнений в виновности молодого человека, не звучали бы слишком определенно в устах сэра Эштона, исконного врага отца Ревенсвуда. Это могло бы показаться проявлением личной злобы и ненависти. И вот как раз, когда сэр Уильям трудился, подыскивая слова достаточно веские, чтобы представить Ревенсвуда зачинщиком происшедших волнений и достаточно уклончивые, чтобы не выдвигать против него прямого обвинения, он на мгновение оторвался от бумаг, и взгляд его упал на родовой герб семейства. Против наследника которого он точил свои стрелы и расставлял тенета закона. Этот герб, вырезанный на одной из капителей, расположенных под сводом, представлял голову черного быка с девизом «Я выжидаю свой час». И мысли лорда-хранителя невольно обратились к событию, побудившему Ревенсвудов принять этот странный девиз. Существовало предание, что в XIII веке могущественный враг лишил Мелизиуса до Ревенсвуда его владений и в течение некоторого времени безнаказанно наслаждался плодами одержанной победы. Однажды, когда в доме готовился праздник, не перестававший подстерегать удобный случай Мелизиус проник в замок вместе с несколькими преданными друзьями. Гости с нетерпением ожидали начала пира, но когда хозяин кичливо приказал внести блюдо, Ревенсвуд, переодетый лакеем, ответил грозным голосом «Я выжидаю свой час». И в тот же миг на столе появилась бычья голова, древний символ смерти. По этому сигналу заговорщики набросились на узурпатора и его приверженцев и перебили всех до единого. Вероятно, воспоминания об этой истории, охотно и часто передаваемая из уст в уста, неприятно поразила чувство и задела совесть лорда-хранителя. Ибо, отстранив от себя бумагу с начатым докладом, он встал, собрал исписанные листы, тщательно уложил их в ящик бюро и, заперев его, вышел из комнаты, очевидно желая собраться с мыслями и взвесить все возможные последствия предпринимаемого им шага, прежде чем они станут неизбежными. Проходя через большой готический зал, сэр Уильям Эштон услышал звуки лютни, на которой играла его дочь. Музыка, особенно когда невидные исполнители, вызывает у нас удовольствие, смешанное с удивлением, и напоминает пение птиц, скрытых от взора пышной листвой. Хотя наш государственный муж не привык предаваться столь простым и естественным чувствам, он все же был человек, и к тому же отец. Он остановился и стал слушать серебряный голосок Люси, исполнявший под аккомпанемент лютни неизвестный ему романс, написанный на старинный народный мотив. «Не обращай к красотке взоров, держись вдали от бранных споров, не пей из чаши круговой, молчи пред внемлющей толпой, не слушай сладостного пения, не ведай к золоту влеченье, и сердце наглухо запри, легко живи, легко умри». Лорд-хранитель дослушал песню и вошел в комнату дочери. Слова романса казалось как нельзя лучше подходили к Люси Эштон. Она была необычайно хороша собой, и ее по-детски милые черты выражали глубокое душевное спокойствие, безмятежность и полное равнодушие к суете светских удовольствий. Разделенные прямым пробором темно-золотистые волосы обрамляли чистый белый лоб, словно солнечные лучи, озаряющие снежную вершину. Прелестное лицо отличалось удивительной нежностью, кротостью и чарующей женственностью. Казалось, она скорее готова пугливо прятаться от посторонних взглядов, чем искать восторженного поклонения. Люси чем-то напоминала Мадонну. Возможно, это сходство объяснялось тем, что она была хрупкого сложения и окружена людьми, превосходящими ее твердостью характера, энергией и силой воли. Недостаток живости, присущий Люси, происходил отнюдь не от безразличия или тем паче от бесчувственности. Она была предоставлена самой себе, а вкусы и склонности влекли ее ко всему романтическому. Она любила старинные легенды, повествующие о пылкой, преданности и вечной любви, о необычайных приключениях и сверхъестественных ужасах. Она жила в этом сказочном мире, воздвигая воздушные замки и храня в глубокой тайне ключ от милого сердцу царства грез. Уединившись в своей комнате или в беседке, излюбленное место Люси, которое даже стали называть ее именем, она предавалась мечтам. То она воображала себя королевой турнира, раздающей награды победителям, то дарила рыцарей воодушевляющим взглядом, то под защитой доброго льва блуждала вместе с уной по нехоженным тропам, то, представив себя на месте благородной миранды, скиталась по острову чудесных превращений и колдовских чар. Но в обыденной жизни Люси легко поддавалась влиянию окружающих. Чаще всего ей было совершенно безразлично, как поступить, и она, не противясь, охотно склонялась к решениям, подсказанным ей родней, возможно, потому что не имела собственных. Вероятно, каждому из наших читателей приходилось встречать в знакомых семьях подобное слабое, поддатливое существо, которое, находясь среди людей более твердых и энергичных, послушно следует чужой воле, словно уносимый бурным течением цветок. Обычно такие кроткие, смиренные создания, безропотно ступающие по указанной им стезе, становятся любимцами тех, кому приносят в жертву собственные наклонности. Так было и с Люси Эштон. Ее отец, осторожный политикой, светский человек, питал к ней такую глубокую привязанность, что иногда даже сам удивлялся силе этого чувства. Старший брат Люси, отличавшийся еще большим честолюбием, чем отец, любил сестру всей душой. Забияка и Кутила, капитан Шолта, предпочитал общество сестры всем удовольствием и воинским почестям. Младший брат, находившийся в том возрасте, когда ум занят еще пустяками, поверял сестре все свои детские радости и опасения, рассказывал ей об охотничьих успехах, о неприятностях и спорах с наставниками и учителями. Люси терпеливо и даже сочувственно выслушивала его болтовню, как бы она ни была незначительна. Добрая сестра, она знала, что все эти мелочи волнуют и занимают мальчика, и этого было для нее достаточно, чтобы дарить его своим вниманием. Из всей семьи только мать не разделяла общей любви к Люси. По мнению леди Эштон, недостаток твердости характера у дочери доказывал преобладание в ее жилах плебейской крови отца, и в насмешку она называла ее «ламермурской пастушкой». Хотя невозможно было относиться недоброжелательно к столь нежному и кроткому созданию, леди Эштон предпочитала Люси старшего сына, унаследовавшего всю надменность и честолюбие матери. Чрезмерная мягкость дочери казалась ей признаком недостатка ума. Пристрастие леди Эштон к старшему сыну имела еще и другую причину. Вопреки обычаю знатных шотландских семейств, старшего сына нарекли именем деда по матери. «Мой шелта», говорила она, «сохранит незапятнанный честь материнского рода, возвысит и прославит имя отца. Бедная Люся не рождена для двора или большого света. Надо выдать ее замуж за какого-нибудь лерда, достаточно богатого, чтобы она могла жить с ним в довольстве, ни в чем не нуждаясь и ни о чем не тревожась. Разве что о том, как бы муж не сломал себе шею, охотясь за лисицами? Но не деревенскими забавами возвысился наш дом, и не ими можно укрепить и приумножить его славу. Сэр Эштон только недавно вступил в должность лорда-хранителя печати. Мы должны занимать наше высокое положение так, словно привыкли к его величию. Вам надлежит доказать, что мы достойны оказанной нам чести и способны поддержать и оправдать ее. Перед теми, кто веками стоит у Кормила власти, люди склоняются из привычного и наследственного почтения. Но нам они не станут кланяться, если мы сами не повергнем их ниц. Молодая девушка, которая годится разве что для пастушеской идиллии или монастыря, едва ли сумеет добиться почтения там, где надо его приобрести силой. И раз уж судьба не послала нам трех сыновей, она могла бы по крайней мере наделить Люси сильным характером и сделать ее достойной и занять место сына. Право, я буду очень счастлива, когда мне удастся выдать ее замуж за такого человека, у которого энергии хватит на них двоих, или за такого же мямлю, как она сама. Так рассуждала мать, для которой нравственные качества детей и будущее их счастья ничего не значили в сравнении с почестями и приходящей славой.